В городском центре ремесел открывается Косторезная мастерская. Жители будут обучать создавать предметы искусства из такого необычного материала, как кость. Мастер-классы ждут и детей, и взрослых. Насколько сложен этот вид искусства и как можно записаться на первое занятие, нам расскажет заместитель директора по развитию и сохранению народных промыслов и ремесел Музейного ресурсного центра Кирилл Никифоров. Кирилл Викторович, добрый день. Добрый день. Расскажите, как появилась идея создания Косторезной мастерской в нашем городе? У нас идея-то давно уже была. Мы, наверное, начинали ее, когда только появился городской центр ремесел. Но часто это было именно связано с ее неоткрытием, это именно нехваткой помещений. В этом году мы решили эту проблему благодаря активной помощи, благодаря поддержке администрации города, управлению культурой, департаменту культуры. Поэтому мы переехали в новые помещения, и эти помещения, они как раз к нам и подошли. То есть мы их оборудовали, то сейчас они отвечают всем требованиям, которые предъявляет именно, будем так говорить, Роспотребнадзор. Поэтому сейчас у нас нет такой проблемы, и идея, в принципе, начиналась, наверное, с 2001 года, как только я приехал сюда, вообще, в город. Поэтому у нас эта идея изначально была, потому что резьба по кости вообще это северный вид искусства, это народный вид искусства, это, наверное, один из самых главных, который должен был существовать изначально при создании городского центра ремесел. Поэтому мы все делали для того, чтобы именно мастерская открылась. Сейчас вот ее как раз и состоится, открытие 28 сентября в 16.00, приглашая всех жителей принять участие. Там будут проводиться показательные мастер-классы для взрослых детей. Поэтому будет всем интересно, и тем более эта костерезная мастерская, она уже будет постоянно действующая. То есть мы не будем переезжать все возможные подходящие, неподходящие, приспособленные помещения. Поэтому вы можете спокойно приходить, мы там находимся, мы находимся в сокольном этаже музейно-ресурсного центра. Поэтому всех приглашаю, жителей, принять участие в открытии. Какие требования должны быть соблюдены? Вот вы говорите, что проблема с помещением была, потому что вот Роспотребнадзор... Конечно. Во-первых, это должны быть помещения с приспособленной вентиляцией, с приточной вытяжной системой. Они должны быть пожаробезопасны. Они должны быть зонированы, то есть они отдельно должны находиться от других помещений. Сейчас вот мы это все сделали, провели ремонт необходимый. Открывая костерезную мастерскую, у нас есть обязательства перед департаментом культуры. Все-таки они выделяли необходимые средства. Вот мы выиграли по программе, по окружной целевой программе, по развитию культуры до 2020 года. Необходимые средства нам передали, мы приобрели оборудование. И в рамках этой программы есть обязательства у нас. 300 человек обучить детей и юношей. Но помимо этого, помимо того, что мы будем сейчас бесплатно проводить мастер-классы до конца года, мы также будем набирать взрослых от 18 и старше. Будем набирать сначала как на мастер-классы, потом я буду формировать уже конкретные группы для обучения. Поэтому сейчас вот вообще как бы желающих очень много, поэтому я даже боюсь, что и недели даже нам не хватит. Буду формировать, будем, может быть, небольшой отсев делать. Но я не думаю, что большой отсев будет, потому что не настолько, конечно, прям будет такое количество часов. Вот я просто еще ставим цель перед собой открыть не просто так, чтобы она у нас была, да, вот мастерская, а чтобы в городе Ноябрьске появилась своя школа отдельно существующая, Касторезная. Потому что у нас есть в Салихарде школа, именно которая в училище, то есть обучает. А я хотел бы, чтобы в Ноябрьске появился такой маленький филиал. Но именно, все-таки я и сам учился в Салихарде, я все-таки хочу, чтобы у нас было задело на будущее, чтобы мы не просто сейчас вот сделали, а потом и передали поколению подрастающему. И вот этих людей, которые мы сейчас будем набирать, мне хотелось бы, чтобы эти люди потом так же, как и я, продвигали это направление, они так же обучали, они так же выступали, как Касторезы, в всевозможных выставках, чтобы они могли действительно обучить кого-то потом этому ремеслу. Потому что это ремесло, это сложное ремесло, в него надо влюбиться. Один раз и навсегда. Вот я как раз и влюбился в это направление, поэтому я этим живу, и поэтому мне хочется, чтобы появилось как много больше таких людей в городе. Последователей, да, чтобы было больше? Да, последователей. И мы тогда могли бы спокойно здесь, в нашей части округа, в южной части округа, открывать свои какие-то выставки крупномасштабные, но масштабные, не только в северной части, как в Салихарде, вот проходит раз в два года «Душа севера». Она и в этом году как раз предстоит в ноябре. Выставка большая, туда съезжаются все действующие школы, резьбы, все действующие Касторезы, мастера. Я хотел бы, чтобы и в Ноябрьске, и Тобольск, у нас здесь близко находятся, и Тюмень, то есть ближайшие Касторезные промыслы тоже, чтобы ноябрь стал такой культурной точкой на карте нашего округа, именно по развитию, можно даже сказать, направления именно Касторезного. Какого возраста вы бы хотели видеть таких учеников, которые бы продолжили ваше дело? То есть, я так понимаю, это старше 18 лет, да, должны быть уже осознаны? Да, старше 18 лет, это будет который заниматься постоянно действующим на обучении. В 40 можно прийти или будет у вас? Здесь единственное только ограничение по состоянию здоровья. Если человек, у него есть ограничения по аллергическим каким-то реакциям, все-таки кость это пыльная, она издает запахи определенные, неприятные. Поэтому это единственное ограничение, то есть, если человек взрослый, но у него есть какие-то вот по состоянию здоровья, также по зрению, то есть, это индивидуально, потому что, если взрослый человек, он уже сам может для себя определить, да, возможно или невозможно, то более молодое, вот 18-ти поколения, да, вот это возраст, то есть, я с ним, конечно, буду просить какие-то вот подтверждающие документы с медучреждений, потому что это, ну, это мне надо будет для работы, чтобы я был уверен, что человек, пришедший ко мне на обучение, он не болел. Дети с какого возраста вот смогут посещать ваши мастер-классы, и как записываться можно? Дети могут посещать 10 лет на бесплатные пока показательные мастер-классы, записываться могут уже с начала октября, будем формировать группы, обращаться они могут в музейный ресурсный центр, либо в городской центр «Ремесел». Либо всю необходимую информацию мы будем выкладывать на официальном сайте музейного ресурсного центра, поэтому вся информация будет, она везде будет разуслана, то есть, во всех, в дошкольных, в образовательных учреждениях, то есть, эта вся информация будет доступна для людей. Сколько будет длиться мастер-класс, и вот во время вот этого урока своеобразного, а что сделаете, какой итог будет? То есть, сделают какую-то композицию? Ну, показательные, либо разовые мастер-классы для детей, они дрятся не более получаса, потому что это, в принципе, не образовательный такой процесс. Если мы говорим о обучении, то один учебный класс, он, может, час идет там. То есть, мы обучаем в течение одного часа, это если мы говорим о платной основе, да, а бесплатно это полчаса, и дети за полчаса, они могут спокойно себе вырезать какую-нибудь пуговку, какой-то брелочек, то есть, это все элементарно. Здесь цель ребенка не сразу, как бы, втянуть вот в это направление. Самое главное, в нем не убить вот это вот, чтобы он не испугался, потому что если ребенка немножко изначально, как бы, с него слишком много потребовать, он может перенапречься, и как бы, ему что-то не понравится. Тут самое главное, что вот он взял этот кусочек, он попробовал, он подержал, и тем, и еще, он еще получает готовое изделие, он с собой забирает домой. То есть, он может сделать подарок маме, папе. То есть, это все отдается, то есть, это дети будут забирать с собой изделие. Закончено, не закончено, это уже как по времени мы успеем. А для детей будут какие-то вот такие тоже вот продолжительные какие-то такие занятия? Ну, они у нас часто проходят в музейном центре, вот. И единственное, когда вот маленькие детки приходят, я прошу, чтобы родители принимали участие, чтобы папа там или мама с ребенком, они сами, то есть, взрослые люди как бы, то есть, даже, можно сказать, взрослые вырезают, но детки помогают, либо наоборот. Потому что именно возраст детей здесь имеет большое значение. Слишком маленькие, ну, нельзя маленьким детям заниматься. Это сложно и опасно, потому что здесь боры, здесь пыль, здесь, ну, травмы могут быть. Поэтому, когда уже для деток, для маленьких приглашаются взрослые, они вместе спокойно принимают участие, совместно вырезают что-то. Если к вам пойдет парень 14 лет, к примеру, на вот такой вот разовый мастер-класс, ему так понравится, он захочет продолжить этим заниматься. Ну, вот это, да, хороший вопрос. В таком случае мы уже, наверное, будем делать исключение, потому что и бывают такие случаи, когда даже в таком, в принципе, раннем возрасте у детей есть уже все необходимые навыки. А здесь какие навыки? Элементарно просто уметь держать бормашину в руках. То есть, есть дети такие, которые уже в детстве могут. У них крепкая рука, четкая. Они представляют, что они хотят сделать. То есть, у них есть четкое понимание, куда они пришли. То для таких мы будем делать, да, отдельные группы. Либо я их, наоборот, буду делать именно со взрослыми. То есть, они будут уже этому самому учиться. Но вот еще раз хочу сказать, что сейчас, когда уже в октябре начнутся записи, наверное, ближе к ноябрю или в декабре уже будет понятно, кто захочет. Потому что, и тем более сами дети, вот взрослые, они придут, попробуют. Может, им не понравится. Ну и поэтому мы будем уже смотреть. Вот. Но я не думаю, что много будет детей, именно 14-летних, которые захотят прямо вот постоянно приходить. Все-таки возраст не совсем. Надо постарше. Постарше будут уже постоянно ходить. Они действительно знают, что они хотят. Сколько примерно надо времени, чтобы обучить человека с нуля и до какого-то такого среднего уровня? Ну, если взрослый человек когда-либо занимался резьбой по дереву, лепил, то есть, у него есть образование, у него есть данные, то есть, тем более, если еще он вырезал, он умеет, он знает, то есть, это похожее направление, то можно такого человека научить, ну, в течение 10 уроков, 10 раз, вот если 10 мастер-классов он получит. То есть, начинать с ним, вот поэтому, когда ко мне придут, я буду со всеми беседовать, мне надо понять. Поэтому я буду уже, когда готовить группы, есть группы, допустим, мы их будем называть, там, профессионалы, там, новички, там, и там, и средние, там, допустим. Вот. Может быть, я их буду сочетать между собой, чтобы они друг у друга учились. Но вот еще раз говорю, 10 занятий достаточно для человека подготовленного обучиться. То есть, если с нуля, наверное, в два раза больше, да? Ну, с нуля это все индивидуально. Тут, еще раз говорю, тут, ну, я учился 4 года этому. Но приимите все равно, если будет желание. Ну, конечно, буду принимать, потому что здесь, если у человека есть желание, или у родителя есть желание сына обучить, тем более, если он на них собирается дальше потом куда-то поступать, может быть, даже в то же самое с Олегкардское межокружное училище. Сейчас она Ямальский многопрофильный колледж. Может быть, Якутия. В Якутии есть институт, который дает высшее образование. Это единственный институт, который в России дает высшее образование. И если говорить о Якутии, то Якутия является основным поставщиком вообще сырья. Вот если задать вопрос, где я приобретаю, то основной поставщик – это Якутия. Все залежи всех ценных пород, именно костей, находятся в Якутии. Поэтому если человек, который обучился у меня, потом поступит в Якутии, для него это будет вдвойне положительно, потому что он там еще и всегда будет знать, где купить материал. Я еще раз говорю, по приему будем принимать всех, будем смотреть. Потому что это все-таки начало, именно то начало, когда-то мы 10 лет назад закрыли одну Косторезную школу. Да, в детской школе искусств, да? Да, она просуществовала 4 года, это 2004 год, 2008 год. Это было открыто на базе детской школы искусств. Было много желающих, но туда приходили в эту мастерскую, посещали эту мастерскую только учащиеся самой школой искусств. Детской школой искусств. Да. И это был минус большой, потому что желающих было много на самом деле. Мы не могли проводить мастер-классы, потому что школа не занимается мастер-классами платными. На тот момент не было такого, я не знаю, как сейчас. Поэтому вот этот промежуток временной, 10 лет, это, в принципе, как бы большое время. И мы сделали выводы, я лично сделал выводы, на что надо акцентировать внимание. Поэтому сейчас, открывая эту студию или мастерскую, мы ее называем, она будет называться «Северное узорье», так же, как и в 2008 году. Мы делаем и, как образовательные будут обучающиеся мастер-классы, будет по программе. Есть программа, которая рассчитана на год. Обучение. Да, обучение. То есть там будет от минимального до, в итоге, будет делать там двухфигурную композицию. Это уже за 9 месяцев. За 4 года вот эта мастерская, которая у нас проработала в детской школе искусств, она выпустила порядка 20 учеников, которые владеют теперь, в принципе, навыками этими. Из этих 20 два ученика у меня поехало учиться в Салихард. Закончили Ямальский многопрофильный колледж. Это Иван Савицкий и Данил Маркевич. На сегодняшний день Данил Маркевич, он преподает детской художественной школе в городе Муравленко. Он открыл там, благодаря тоже грантовой поддержке «Газпромнефти», если не ошибаюсь, открыли они Косторезную мастерскую «Муравленок». И я являюсь одним из кураторов этой мастерской. А еще один куратор Сергей Александрович Лугинин. Это заслуженный художник России. То есть, в принципе, его идея открыть, это, в принципе, они поддержали. И вот мы сейчас, являясь как здесь ближайшим соседом, и тем более я его преподаватель, вот всячески помогаем, чтобы эта мастерская, она действовала, она работала. И второй у меня ученик, Иван Савицкий, он закончил тоже Ямальский многопрофильный колледж. Остался работать в этом колледже, в течение пяти лет он поработал. И сейчас он работает в окружном доме ремесел художником Косторезом. Поэтому, в принципе, то начало, которое было 10 лет назад, положено, даже больше 10 лет назад. Есть результаты. Есть результат, поэтому есть на что опираться, и Ямальский многопрофильный колледж, узнав теперь, я так думаю, о том, что мы возродили опять эту школу, можно так сказать, будет всячески, может быть, даже и каким-то информационным какой-то поддержкой, там, литературой нам необходимой, давать там какую-то информацию, потому что часто нужна информация именно. Вот большая проблема, можно сказать, даже не только в помещениях, в открытии самой мастерской, но и информационная. Нету литературы именно, как обрабатывать кости. Это такое направление, которое, на принципе, нигде не фигурирует, не издаются специальной литературой. То есть это всё вот именно вот как я учился, как меня учили, это передаётся с поколения в поколение. То есть вот эти навыки, тем более каждый мастер, он пытается сам изучить этот материал. И сложное направление, могу сказать. Сколько это вообще перспективное направление? Почему кто-то, может быть, должен заинтересоваться, обратить своё внимание, вот из таких 17-летних? Оно перспективно всегда было. Просто его так не видно, как живописи, это направление там, да, как графика. Косторезов очень мало. Это такая особая когорта. Это тоже плюс, наверное, да? Я вот один косторез в городе Ноябрьске. Конкуренции, как таковой, нет. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Нет общения. Приезжая на выставки, я немножко, вот, информационное голодание, поэтому говорю, информации нет. Перспектива ещё какая? Это одно из ответвлений, можно сказать, как связано с ювелирным искусством, с каким-то кропотливым, то именно вот благодаря вот этому ремеслу ребёнок или взрослый человек, он может научиться усидчивости, он может научиться чёткости, потому что здесь лишнего нельзя сделать. Здесь, если это один раз вырезал, то всё, должно именно так остаться. То есть это направление, как связанное не столько даже с перспективой, именно как, она перспективная, конечно, ещё потом дальше, если говорить, связанная с финансами, если говорить уже, да, то есть это дорогостоящее искусство. Если продавая изделия, изделия стоят не так дёшево. Вот, они ценные, ценные, потому что делаются из ценных материалов, из редких материалов. Коллекционеры и покупатели, ценители, они ценят это. Это эксклюзивность именно. Вот, из-за эксклюзивности свою, у нас именно вот востребованность её есть. А в нашем городе она востребована почему? Потому что у нас всё есть для того, чтобы это направление развивалось. У нас есть материал, у нас есть люди, у нас есть оборудование. Это самые такие три главных составляющие, которые должны быть. То есть без материала не будет промысла как такового. Без людей, которые интересны, которые могут купить потом дальше у мастера. Тоже, если людей таких не будет, то смысла нет как бы вырезать, да, как бы, ну, то есть продажи. То есть у нас в этом городе всё есть. Город не бедный город. Нефтяники, газовики основные здесь у нас, как говорится. Поэтому здесь перспектив больше. И тем более сейчас вообще всячески поддерживается направление, именно связанное с народными промыслами. В России вообще очень. Потому что в своё время многие промыслы просто о них забыли. И именно резьба по кости является одним из ведущих направлений именно в нашем округе. Потому что это один из основных промыслов народов Севера. Поэтому здесь перспектив очень много. Из чего творите? Вот вы сказали, ценные материалы. Понятно, что, да, основное место, где закупаете, это Якутия. А какие это материалы? И как-то сочетаете их? Ну, основные, да, Якутия. Там бивень мамонта. Там же я приобретаю останки шерстистого носорога, диких лошадей. Медведя пещерного, вот, это, наверное, дорогостоящая, вот, именно Якутия. Попроще материал, вот, бараньи рога, горного барана, архара, лосина, оленя рога. Это я приобретаю уже здесь. Это в Тобольске приобретаю, либо в всевозможных наших городах России. То есть это уже, в принципе, это проще материал. С материалом, и древесину приобретается, конечно, это тоже есть определенные магазины. Они в Москве есть, в Санкт-Петербурге, поэтому этот материал приобретается. Здесь такого, здесь нету магазина специализированных, именно с этим материалом, конечно, нет. Но, еще раз говорю, здесь много охотников и рыбаков, которые также ходят в лесу, бывает. Приносят его? Приносят. Добычу. Приносят, бывает, просто так бывает, что продают, то есть это продается, все приобретается. Бывает, что в обмен я делаю, то есть я делаю подарок какой-то человеку, человек мне приносит материал. С чем любите больше работать? Вот есть какой-то вот у вас материал, с которым может быть легче или лучше получается, красивее? Или сочетаете вы как-то разные материалы? Ну, мне нравится, да, мне нравится сочетать, сочетать именно, будем говорить так, дешевую кость с дорогой костью, потому что... Дешевая это какая? Какая дорогая? Доступная кость. Она не говорит о том, что она дешевле может по деньгам, а ее проще взять. Там лосиный рог, там оленьий рог, рог архара, там коровы, барана, то есть это такая кость, которую можно достать проще, чем бивень мамонта. И вот когда сочетаются вот эти простые, я поправлюсь, недешевые, когда сочетаются вот эти редкие и нередкие кости в сочетании, они иногда бывают, что даже ценители или профессионалы иногда даже путают. Когда, допустим, смотрят на мои работы, они немножко путают уже как бы матера, потому что даже обычный коровий рог можно отполировать, отработать так, что он там не будет отличаться от более дорогостоящей кости, допустим. Но можно даже ее и спутать из бивня мамонта, в принципе, потому что корка бивня мамонта, она тоже разноцветная. И иногда бывает, что можно сделать такое. Вы принесли к нам работу, вот здесь тоже сочетание разных материалов? Здесь, да, здесь вот это представленная работа, это белорусская семья. Основная часть, вот эта вот такая серая, такая белая, это лосиный рога, а вот вставки лица, рук, деталей, это из бивня мамонта. Камушки тоже из лосиного рога, то есть лосиный рог тоже разного цвета бывает. Есть палый лосиный рог, который, ну, животное само сбрасывает, есть который добыча, добытая. То есть это тоже имеет значение в кости. Вот, это основная, да, вот часть сделана, а подставка сделана из яблони и из дуба. Я смотрю, вы даже цветы делаете. Это что, тоже кость? Это, да, это кости, это коровьи рога, они гнутся. Состав коровьи рога, он немножко напоминает человеческие ногти. Вот если я обратил, вот ногти, когда немножко при нагретом состоянии, когда вот мокрые руки, да, вот когда руки помоешь, они же мягкие становятся. То же самое и происходит с коровьим рогом. Если его очень долго продержать в воде, то он становится очень мягким. Здесь сочетание как раз вот, если я уже говорил о ценных, неценных породах. Вот как раз вот это две композиции наиболее, наверное, отражает именно вот суть материала, его фактуры, его именно вот красоты. Потому что здесь я максимально использую вот в этой вот именно тематике таких работ, я максимально использую именно природную красоту. Потому что вообще задача любого художника и человека, который уже непосредственно долгое время работает с материалом, максимально использовать именно то, что создала природа. Кирилл Викторович, спасибо вам за интересный разговор. А я напоминаю, что наша студия открыта для всех. Если у вас есть интересные темы для разговора, мы готовы их обсудить. Продолжение следует...